Добрый день, уважаемые друзья, журналисты, представители средств массовой информации. Я очень рад вас всех видеть в этом зале. Не так давно мы тоже с вами встречались, когда я был избран на должность губернатора в таком же составе, я думаю, или почти в таком. Ну, 8 октября я вступил в должность губернатора Владимирской области. Это очень знаковый момент для наших жителей, для всех нас, поскольку жители сами определили своим голосованием, кто будет губернатор Владимирской области. И это очень важно. Вы все поддержали меня, поддержали жителей Владимирской области, вы как журналисты, я обращаюсь прежде всего к вам, представителям средств массовой информации, в очень непростой период. Все мы прекрасно понимаем, что период был непростой, поскольку некоторые, подчеркиваю, некоторые заместители губернаторов в этот непростой период ушли в отпуск, а в дальнейшем написали заявление об увольнении. Причем период, который это занимало, это было где-то даже более месяца. Это был ноябрь, первая половина ноября, это был период, до которого я, как губернатор, работал, скажем так, в особом напряжении. Далее я хочу сказать о том, что, когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений, поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по ремонту больницы Струнина, например, по решению проблем, связанным с переселением из аварийного фонда жилья, по подготовке документов по национальным проектам, которые также были поручены президентом Российской Федерации своим указом, решению проблем с вызовом мусора, с долгами за газ и многое-многое другое. Но, видимо, отдых дороже, и каждый выбирает, что он выбирает. Я также благодарен вам за то, что вы поддерживаете жителей Владимирской области и команду губернатора в этот непростой период, когда существуют, я считаю, неоправданные информационные атаки некоторых, подчеркиваю, и это очень характерно ведь, когда некоторые совершают информационные атаки в федеральное агентство, а какие-то не совершают. Это тоже ведь определенный критерий подхода. Поэтому я тоже вам благодарен, что вы к этому относитесь очень серьезно и адекватно, абсолютно адекватно реагируете на эти выпады. Кроме этого, данные выборы, послевыборный период, сейчас, когда все это происходит, вы также показали себя более чем достойно, потому что вы показали, что четвертая власть является не только той властью, которая критикует три ветви власти, а и той властью, которая способна на, я бы сказал, созидательный, такой правильный, направленный на поддержку жителей Владимирской области труд. И это тоже очень важно, потому что эта поддержка нужна не только тем людям, которые сидят за этим столом, а это нужна поддержка, прежде всего, людям, которые живут в Владимирской области. Со своей стороны хочу сказать, что период такого напряженного труда, становления команды, он практически закончился, и мое общение с вами будет в таком же постоянном и постоянно действующем контакте, как и было и тогда, когда я не был губернатором. То есть это будет честный, открытый диалог, и я уверен, уверен, подчеркиваю, что мы будем всегда говорить на одном языке, а язык у нас один – это честность, правдивость, открытость, и мы всегда в своей деятельности должны сочетать самое главное, что должно быть в работе любого руководителя или любого представителя той или иной структуры власти. Это в основе думать об интересах жителей Владимирской области. Далее хочу сказать, что за этот период был сделан свод-анализ, ну, то есть анализ всех сфер жизни Владимирской области, был, значит, комплексная ситуация в целом оценена. Также были определены задачи по выполнению указа президента Российской Федерации Владимировича Путина, указа о национальных целях и стратегических задачах, по развитию Российской Федерации в период до 2024 года. Причём хочу подчеркнуть, что некоторые нацпроекты, некоторые нацпроекты, в которые мы вступили, были запущены только в период действия новой команды, что тоже очень поразительно. То есть это вопрос про отдых и про контроль. По этому вопросу были определены приоритетные задачи, и мы сейчас уверенно идём в этом направлении. По приоритетным проектам здесь у нас вообще на 100% всё в порядке. Это, я говорю, про майский указ 2012 года. Поэтому тоже взяли на контроль в последние 2-3 месяца, месяца с Александром Павловичем и с новой командой смогли выровнять ситуацию. Далее хочу сказать, что у действующей команды есть чёткое понимание тех вызовов и угроз, которые существуют на территории Владимирской области, и которые прежде всего являются вызовами не для администрации Владимирской области, а для жителей. Мы всё это знаем, всё контролируем, и действует главный принцип – это работать на опережение. Вот такая вот повестка дня. Далее хочу ещё подчеркнуть, что главной целью своей работы, как губернатора, и той задачей, которую я поставил команде, являются соблюдение основных принципов, а основные принципы моей работы всегда были. Это рост благосостояния жителей Владимирской области, повышение качества уровня. Такие высокие слова, но фактически это все вопросы, которые касаются качества жилья, это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, досуга и так далее. То есть то качество жилья, с которым соприкасается каждый человек. Кроме этого, однозначно один из приоритетов – это будет взаимодействие и сотрудничество с гражданским обществом, что очень важно для меня, потому что тогда будет живой диалог, и тогда многие проблемы будут решаться. Ну и что не менее важно, в преддверии больших выборов 2019 года, 2020 и последующих годов – это политическая стабильность, что тоже очень важно. Вот в целом, наверное, основу, что я хотел сказать, поэтому мы провели вместе с вами очень серьезную работу, я подчеркиваю, мы с вами, потому что еще раз говорю и подчеркиваю, что я четвертую власть никоим образом не отделяю от других институтов власти. Это важнейший момент взаимодействия, работа и сотрудничество. Поэтому провели огромную работу, теперь предстоит следующий этап. Следующий этап – это формирование тех принципов и их совершенствования, о которых я сказал. Поэтому я сегодня хочу на этом брифинге, подчеркиваю, что сегодня у нас брифинг по поводу представления новой команды, новой старой команды, я бы так сказал, а не пресс-конференция. Поэтому на этом брифинге я представлю своих заместителей, каждый в течение двух минут даст собственное представление, потом будут короткие, точечные, может быть, ответы на вопрос, но совсем минимальные. Потому что в любом случае пресс-конференцию мы планируем провести, но давайте её вместе договорившись, сделаем, как я считаю, есть такое понятие – 100 дней. Я думаю, что хороший будет итог для проведения пресс-конференции по итогам работы новой команды губернатора и подведения итогов того, чего мы добились. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что старая команда со своими критериями и подходами работала до первой половины ноября, а сейчас у нас первая половина декабря. Поэтому фактически вот этот месяц, это месяц был для того, чтобы взять всё на контроль, запустить механизм и сформировать новую команду. А теперь надо показывать результаты. В целом тогда, уважаемые коллеги, всё. Тогда я по степени должностей и, второе, по тому, кто в какой период стал занимать ту или другую должность, я буду представлять заместителей губернаторов, а они будут уже давать небольшие комментарии. Значит, первое слово я предоставляю Кузину Вячеславу Павловичу, первому заместителю губернатора по бюджетной налоговой политике. Пожалуйста, Вячеслав Павлович. По-моему, да? Да. Значит, ну что, во-первых, всем здравствуйте. Мы с вами действительно находимся в канун Нового года. 2018 год был крайне непростой. Значит, год, когда проводятся такие крупные, масштабные выборы. Вы знаете, что в этом же году прошли выборы президента Российской Федерации. В этом году прошли выборы и губернатора, и законодательного собрания. Значит, всегда эти периоды достаточно сложны. Так вот, наш регион, наша область всегда отмечала стабильность. И стабильность, она зависит не только от власти, а я бы сказал, еще не столько от института власти, сколько от жителей этой области. Так вот, в этом году наши жители Владимирской области, Владимирцы, продемонстрировали вот ту стабильность, которая позволяет нам, по сути дела, выполнять все обязательства, которые органы власти всех уровней, федеральных, региональных, муниципальных, которые по Конституции и федеральным законам обязаны исполнять перед жителями области. Дети учатся, люди лечатся, люди старшего поколения, дети, матери, как говорится, обеспечены всеми необходимыми объемом социальных выплат, работники культуры, физкультуры, спорта, также выполняют свои обязанности, и в этом плане мы тоже видим, что регион развивается. Поэтому, что вам сказать? В этом, безусловно, есть и ваша заслуга. В чем? Вы призваны показывать нам мнение людей, которые через вас, средства массовой информации, вы доносите до нас не только позитивные, я бы сказал, и те критические моменты, которые назревают в обществе. Это позволяет нам опять реагировать оперативно и не допускать того, что мы называем, ставить под угрозу то, что мы ценим больше всего, это стабильность. А стабильность – это жизнь людей, в конце концов, от нее многое чего зависит. Поэтому еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Если есть вопросы, я вам на них отвечу. – Сначала представление тогда, хорошо. Но, Вячеслав Павлович, вы давно знаете уже, как говорят, поэтому он даже и не представлялся. Ладно, я думаю, мы понимаем, почему. Тогда разрешите следующего. Предоставлю я слово Брусенцову Максиму Сергеевичу, временно исполняющему обязанности, первозависителю губернатора Владимирской области. Пожалуйста, Максим Сергеевич. Добрый день, уважаемые журналисты. Представлюсь. Максим Сергеевич Брусенцов, мне 38 лет. Закончил Тверское и Суворовское военное училище, Ярославское высшее военно-финансовое училище, кандидат экономических наук. Тема моей диссертации – совершенствование институционного процесса на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в целях укрепления военно-экономической безопасности Российской Федерации. Моя предыдущая деятельность была тесно связана с Министерством обороны и оборонно-промышленным комплексом, а также инвестициями в них, в предприятия оборонно-промышленного комплекса. Уже 7 лет я являюсь жителем Владимирской области, хотя это пока никто не знает, как говорят. Все началось 10 лет назад, когда я участвовал в реализации нескольких проектов инвестиционных в Ивановской области. И в воле случая получилось так, что я жил в городе Суздаль, влюбился в него, потом совместно с семьей принял решение, что мы переезжаем. 5 лет назад купил землю в Суздальском районе, построил дом и последние 5 лет живу в Суздальском районе и считаю себя достаточно давно жителем Владимирской области. Наш регион всегда славился сильным кластером оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, стекольного производства. На данный момент развиваются такие направления производства, как кондитерское, фармацевтическое и много других направлений. Основной своей задачей я вижу это создание эффективного механизма взаимодействия с внешними инвесторами, которых нет еще у нас, по созданию новых производств. А также работа очень тесная с существующими производителями и промышленниками нашего региона и предприятиями по инвестиционному развитию, по развитию действующих производств, по реализации их инвестиционной программы. В том числе по формированию этой инвестиционной программы, потому что некоторые предприятия и собственники, к сожалению, сейчас об этом почему-то не думают, потому что нет или не было поддержки власти. Мы второй самой главной задачей в этом же вопросе ставим себе создание и поддержку таких предприятий по нескольким направлениям. Это внутренняя кооперация, ее создание, развитие, это экспорт межрегиональный и международный, это создание и развитие научного направления для подготовки кадров и их переквалификации и много-много других более мелких задач, которые за собой потянут изменения и желание развиваться в нашем регионе. Второй самой главной задачей мы себе ставим сегодня это корректировка стратегии социально-экономического развития в Владимирской области с учетом майского указа президента 2018 года. Он значительно изменяет направление деятельности государственной власти для того, чтобы регионы и жители развивались и улучшали качество жизни. Для выполнения всех этих задач нам очень нужна обратная связь. И обратная связь в основном мы, конечно, встречаемся с предпринимателями, с промышленниками, с заводами, с руководителями заводов, но очень важно и хотел бы вас попросить участвовать в этой обратной связи. Нам нужна информация с мест, нам нужны проблемы, нам нужны сложности, которые мы, как власть, должны решать. И мы очень надеемся на вас. Благодарю вас за внимание, с наступающим Новым годом и готов буду после брифинга остальных руководителей рассказать, что захотите. Спасибо, Максим Сергеевич. Далее я слово предоставляю первому временно исполняющему обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Чекуновой Марина Анатольевна. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте обращаться именно так, потому что по первому своему образованию я по специальности журналист-международник закончила Российский университет дружбы народов имени Патрисова Мумба. Я не жила во Владимирской области, но у меня муж, отец и мой дедушка военнослужащие, поэтому моя большая и малая родина – это Россия, малая родина от Украины, я родилась в городе Харькове, Казахстана и до Московской области. Когда Владимир Владимирович сделал мне предложение поработать во Владимирской области, для меня это было достаточно непростое решение, потому что есть много рисков, которые я должна была предусмотреть, но, подумав, я все-таки приняла это решение, потому что, во-первых, мне показался симпатичным и очень интересным человеком губернатор Владимирской области, трезвый, здравомыслящий, современный, молодой, владимирский. Мы проговорили некоторые направления деятельности, мне было сложно принять именно работу в этом направлении, потому что это очень тяжелое направление. То есть социалка, как мы называем ее на нашем языке, она сегодня самая сложная, самая проблемная и с точки зрения реализации всех проектов, в том числе федеральных, региональных и национальных проектов, и с точки зрения тех задач и вызовов, которые стоят сегодня непосредственно во Владимирской области. Поэтому 7 числа был издан указ назначения, и я работаю сегодня 10 суток. Хочу сказать, что погрузившись в темы социальной сферы Владимирской области, есть что-то немножечко полегче, есть что-то посложнение. Самая сложная тема, и исходя из обращений граждан, мы с вами понимаем и знаем, и вы, наверное, даже лучше меня знаете, что это тема здравоохранения. На сегодняшний день мы обсудили с исполняющим обязанности директор департамента здравоохранения Юлия Владимировна Арсениной дорожную карту реализации первоочередных мер по оптимизации работы здравоохранения во Владимирской области. Мы изучили все проблемные точки здравоохранения. Одна из них, вы знаете, что это нехватка профессиональных кадров, врачей и среднего медицинского персонала. У нас есть на эту тему некоторые соображения. Мы занимаемся вплотную темой исполнения поручения по поручению губернатора, исполнения поручения президента России Владимира Владимировича Путина по летнему обращению. Это Александровская районная больница и так называемая больница Струнина. И мы понимаем всю ответственность и всю меру ответственности, которая сегодня лежит на мне и на директорах департаментов, которые я курирую. Есть интересные уже предложения, которые мы получили от Института развития и образования Министерства просвещения федерального в части развития образования в Владимирской области. Есть интересные планы в спорте и в культуре. Сегодня я буду встречаться с руководителем ЗАГСа, и мы тоже будем думать о том, как нам дальше находить интересные формы. Я уже понимаю цифры, немножко объемы. Вячеслав Павлович мне помогает в этом, потому что социальная сфера – это одна из бюджета емких отраслей, направлений. И здесь надо очень четко понимать исполнение бюджета, ответственность за исполнение бюджета, понимать, что мы не должны потратить ни одной лишней копейки, понимать, что мы должны эффективно закупить оборудование, понимать, что мы должны проводить те культурные и спортивные мероприятия, которые работают на массовый спорт, на развитие культуры во Владимирской области, потому что исторический бэкграунд области, он диктует нам колоссальную ответственность, потому что здесь каждое пять земли – это, ну, как минимум, тысячелетняя история. И к нам особый спрос. Тем более, что вы все знаете, что указан президент в 2024 году мы будем отмечать тысячелетие города Суздаль. Поэтому, завершая свое представление, я хотел бы сказать и повторить уже то, что здесь было сказано коллегами, что мы пришли работать командой, что у нас очень сложные амбициозные задачи, что президент в мае этого года, президент России в мае этого года, сказал, что каждый субъект должен очень четко понимать вопросы качества жизни граждан, разговаривать с гражданами, о том, что мы должны бороться с бедностью, и о том, что в повестке у президента есть особая статья – это демография. Вот во Владимирской области по демографии мы немного не дотягиваем, нам нужно работать в этом направлении. Таким образом, лечить, учить, заботиться о старших поколениях и будущих поколениях – это государственная задача. И создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека – это вопрос государственной политики. На этом мы стоим, и это мы будем реализовывать во Владимирской области. Спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. Очень содержательное выступление. И тогда позвольте мне слово предоставить Трутневу Александру Юрьевичу. И я, кстати, хотел бы еще раз подчеркнуть славу благодарности тем представителям бывшей команды, которые вошли в новую команду, и мы решаем общие задачи тех, о которых мы и говорим, и Вячеслава Павловича, и Александру Юрьевича. За это им просто огромное человеческое спасибо, причем не от меня даже, от жителей Владимирской области. Я думаю, что мне особо представляться не следует. Вы, наверное, меня уже все-таки знаете. Все-таки я уже больше года работаю на этой должности. До этого очень большое количество времени завозглавлял департамент сельского хозяйства, был замом, потом директором департамента. То есть это я в той сфере нахожусь, в которой работаю достаточно долго. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что он предложил мне все-таки продолжить эту деятельность, немножко расширить мой функционал. Я думаю, что стараюсь не подвести в этом направлении, какие основные направления я вижу в развитии отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства на текущий момент. Вы знаете, что у нас сегодня реализуется государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области до 2021 года. В принципе, все мероприятия, которые в ней задействованы, они как бы подразумевают развитие этой отрасли. К сожалению, когда я пришел в 2017 году, это был пик, вы знаете, болезни африканской чумы свиней, которая у нас проходила в 2016-2017 год. И понятно, что сельское хозяйство области в значительной степени обвалило свои показатели. В основном это связано с мясом, но есть связано и с тем, что у нас все-таки была сельхозперепись, которая тоже подкорректировала определенные моменты. Но сейчас ситуация более-менее стабилизируется. Уже в 2018 году мы видим определенный рост по ряду направлений. Мы надеемся, что это поступательное движение вперед, но продолжим и дальше. Кроме программы, которая у нас действует до 2021 года, вы знаете, что у нас сейчас разработаны национальные проекты. В рамках этих национальных проектов есть у нас региональные проекты. Это поддержки малых форм хозяйствования и развития кооперации. Второй – это экспорт продукции АПК Владимирской области. Хотел бы подчеркнуть, что в рамках этих задач, которые ставятся и губернатором Владимирской области, прежде всего мы должны экспорт продукции увеличить со 130 миллионов долларов США, которые у нас были в 2018 году, довести их до 292 миллионов долларов США. При этом количество в малые формы хозяйств мы должны привлечь порядка 426 человек до 2024 года. Цифры амбициозные. Понятно, что решать их придется совместно усилиями не только Департамента сельского хозяйства. Очень важный акцент здесь надо упирать еще на безопасность продукции. Соответственно, Департамент ветеринарии здесь тоже будет в полном смысле работать в этом направлении. Какие мы видим задачи? Прежде всего, мы хотим стремиться к увеличению посевных площадей. Мы знаем, что на сегодняшний день у нас посевные площади используются только на 60%. И, соответственно, говоря о таком количестве роста экспорта, мы должны понимать, что без значительного увеличения посевных площадей этого добиться невозможно. Соответственно, какие направления? Первое – это мы будем заниматься техническими культурами, то есть маслом, то есть это экспортный продукт. Мы будем заниматься льном, и эти задачи уже поставлены. Это тоже является экспортным продуктом. Мы будем расширять производство зернового клина, который тоже можно направлять на экспорт. Следующим направлением, которое мы видим, это в связи с тем, что мы значительно потеряли в производстве мяса, свинины. Мы сейчас делаем усилия для того, чтобы переакцентировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени на другие виды производства. И это тоже уже заложено в нашей государственной программе. Мы пересмотрели определенные моменты, добавили денежных средств и тоже будем стимулировать развитие в том числе и мяса крупного рогатого скота. Следующее направление, о чем я вам говорил, это, безусловно, мы будем развивать сейчас кооперацию. И вот буквально в этом году у нас достаточно неплохая сдвижка произошла. Уже в этом году мы зарегистрировали четыре кооператива, которые в следующем году также могут рассчитывать на государственную поддержку. И, безусловно, самое основное, это, конечно, вопрос экспорта, это вопрос развития логистических центров, это вопрос взаимодействия наших производителей и наших перерабочек для дальнейшего продвижения нашей продукции. И, как я говорю, что, безусловно, основным моментом для того, чтобы решить эту задачу, это ввод в оборот необрабатываем паршюни. В рамках этого, что сегодня предпринимается? Ну, первое, это сейчас идет полный анализ всех земель, которые не используются на территории Владимирской области. Второе, это сейчас рассмотрение, он уже подписан губернатором, должен выйти в ЗС, это по поводу все-таки предоставления земель сельхозназначения крестьянским фермерским хозяйством, я думаю, что мы этот закон все-таки проведем не в этом году, а в начале следующего года. Следующий вопрос, это мы хотим все-таки создать отряд, который будет заниматься вводом в оборот необрабатываемой пашни. И следующий момент, мы также немножко подкорректировали нашу программу, где усилили поддержку именно по вводу в оборот необрабатываемой пашни и миллиардивным землям. То есть вот это направление, которое нам кажется даст возможность усилить как раз это направление, а соответственно и решать те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Что касается лесной отрасли, основная задача, которая у нас состоит, это мы должны сегодня, и эта задача поставлена опять же президентом Российской Федерации, уходит она в наш региональный проект, у нас должно лесовосстановление сравняться с тем объемом погибающих и, скажем так, деревья, которые мы сегодня как бы спиливаем, они должны сравняться. То есть показатель должен быть 100 на 100. Сегодня у нас мы вводим обратно леса только на 65,7 процента. Я думаю, к 2024 году мы этого показателя достигнем. И одна из проблем, которые у нас сегодня есть на территории области, это большая очередь, которая у нас есть у наших жителей по получению древесины, как деловой, так и на дрова. Сегодня она составляет порядка около 7 тысяч человек. Мы знаем проблему, в чем она заключается. Большое количество этого леса уходит, у нас серый оборот. У нас выработаны предложения по этому направлению. Я думаю, если мы все это в течение буквально полугода реализуем, то мы значительно сдвинемся с этой мертвой точки и решим эти задачи, в том числе и по нелегальному обороту древесины на территории Владимирской области. Что касается департамента ветеринарии, вы знаете, что у нас значительно улучшилась ситуация по бешенству. По африканской чуме свиней мы будем считать, что на текущий момент мы все проблемы сняли. То есть в этом году только два. Было случай африканской чумы свиней значительно. Этому повлияла, конечно, наша государственная программа, которую мы реализовали на территории Владимирской области, такая же ситуация, улучшенная ситуация у нас по бешенству. В этом году, вот на текущий момент у нас 36 случаев по бешенству. В прошлом году эта ситуация была порядка 47. И так поступательно мы снижаемся вниз. Но здесь еще работы предстоит очень много. Мы ее продолжим. Вот вкратце те задачи, которые мы сейчас перед собой ставим в рамках развития села, в рамках развития лесной отрасли, благодарю вас за то, что вы всегда в курсе всех событий и зачастую всю информацию, происходящую на территории Владимирской области, узнаете раньше. И мы питаемся зачастую этой информацией. Приятно с вами со всеми работать. Готов отвечать на любой вопрос. Спасибо. Спасибо, Александр Юрьевич. Далее слово я тогда предоставляю Байеру Александру Александровичу. Добрый день. Добрый день. Представлюсь еще раз Байеру Александровичу. Мне 47 лет. Нет, надо отключить. Уже включил. А потом эту. Да, вот так. Спасибо, разобрались. Мне 47 лет. Родился я в Казахстане. Я практически учился, рос и даже успел поработать и формировался как личность в Ростове-на-Дону. Работал в Москве, работал в Нижнем Новгороде. Теперь вот, соответственно, в команде администрации Владимирской области. В этом году уже исполнилось 20 лет, как я работаю в сфере ЖКХ, строительства энергетики. Что можно сказать о том, как выглядят вверенные подразделения и ситуация в отраслях, соответственно, вверенных мне во Владимирской области. Как или 4 с плюсом, или 5 с минусом. Один из лучших инспекций жилищных в стране. В десятку лучших входит фонд капитального ремонта. Что касается энергообеспечения, газовый процент за 80 газификации в области. Возможности энергетики вообще воодушевляют. Что касается коммунальной отрасли, здесь чуть-чуть похуже. Четверку тяжело натянуть, но планов громадье, инвестиционные планы все утверждены. Концессий достаточно много. По объявленным инвестициям область также входит в топ-10. В этом смысле для систем инфраструктуры, и иногда их называют громко жизнеобеспечения, всегда зима является хорошим таким тестом. Особенно, как сказал Вячеслав Павлович, Новый год. Для кого Новый год праздник? Для коммунальщика это время. Потому что бесперебойность и доступность – это самые главные показатели качества услуги. Как раз в этот момент будут проверяться. В этом смысле именно сейчас идет работа по подготовке к прохождению праздничных дней. Как будет отлажена работа технологической тишины. Не узнают ли о коммунальных проблемах жителей области. Надеемся, что если и проблемы будут, то они будут устранены практически в нормативные сроки и профессионально. Поэтому основной задачей в системах жизнеобеспечения можно перечислять часами, если сфокусироваться на самом главном, их по сути две. Первая – это удержать ситуацию по системам обеспечения, как она есть. А вторая – это губернатор в моей должности применил слово «развитие» прямо сразу. И все системы перечисляются потом. Поэтому вторая задача – это научиться развивать эти системы. Вот с развитием большие проблемы в каждой из систем, поскольку пока планы не составлены и амбиции не высказаны. Как будут системы развиваться, под какими девизами, ну и главное – за какие средства. Поэтому задачи мы видим перед собой две. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, как и все коллеги. Спасибо, Александр Александрович. Далее слово я предоставляю Боцину Аркадию Александровичу. Это временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Пожалуйста, Аркадий Александрович. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас. Вкратце о себе. С самого начала трудовая жизнь была связана с служением российскому государству. До получения высокого назначения во Владимирской области службы проходили в администрации президента Российской Федерации, в аппарате Совета Безопасности, где имела непосредственное отношение к разработке директивных и концептуальных документов стратегического характера, принимаемых президентом Российской Федерации. Этим обыкновлено предложение губернатора области Владимира Владимировича Сипягина курировать направления, связанные с стратегическим планированием развития области, с проектным управлением. И в связи с этим хотел отметить некоторые моменты, которые заслуживают общественного внимания. Первая о результатах проектной деятельности в последние недели. Наиболее важным итогом работы считаю работа органов исполнительной власти и администрации области в этом направлении. Считаю разработку региональных составляющих национальных проектов, разработанных в развитии президентского майского указа 2018 года. о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Я хочу подчеркнуть, что проделана большая работа титаническими усилиями в кратчайшие сроки. В сроке были разработаны 44 региональные программы по 12 предусмотренных указам направлений. И вот в минувшую пятницу эти программы и проекты были утверждены губернаторами и направлены в правительство Российской Федерации. К реализации этих проектов планируется приступить в следующем году, в следующем месяце сразу. Соответствующее финансовое обеспечение уже предусмотрено как со стороны областного бюджета, так и федеральные средства и средства, которые планируют привлечь в виде грантов, правительственных грантов. Далее, по стратегическому планированию, я на прошлой неделе уже говорил о том, что перед администрацией области Владимир Владимировичем Тепекином уже поставлена задача разработать стратегию социально-экономического развития Владимирской области на период до 2035 года. Отмечу, что первый этап работы уже выполнен. администрацией области составлен прогноз на развитие на 15 лет и, соответственно, сейчас ведется организационная работа, чтобы приступить к разработке собственной стратегии. Пока все. Я благодарю за внимание и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам, вашим семьям, радным и близким, всяческих благ. Спасибо. Спасибо, Аркадий Александрович. Еще важнейший момент, конечно, Аркадий Александрович еще занимает цифровизацию экономики в целом. Эффективное правительство, бережливое производство, пусть это где-то там слова, которые достаточно сложно произносят, сложно на слух воспринимаются, но это важнейший сегмент как раз его сферы деятельности. Спасибо большое. Далее у нас я хочу предоставить слово важнейшему связующему звену между Владимирской областью и федеральным центром и город Москва. Временно исполняющий обязанности заместитель губернатора Владимирской области Климанов Вячеслава Петровича. Пожалуйста, Вячеслав Петрович. Добрый день, дорогие друзья. А у меня постоянно включено. Я губернатор. В принципе, могу. Без микрофона. Раз. Да. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Ну, я тоже человек не новый в Белом доме. Работаю с 1911 года. 2011, извините, ради бога. Так долго не работаю. 2011 года в аппарате законодательного собрания. Три года руководил аппаратом законодательного собрания Владимирской области. С 2013 года являюсь помощником председателя законодательного собрания Владимирской области по работе с Федеральным собранием Российской Федерации. Общий трудовой стаж 38 лет. Из них 25 лет. Более 25 лет на государственной службе. 14 лет работая в администрации президента Российской Федерации. За 14 лет прошел путь от ведущего специалиста до заместителя начальника Организационного управления президента Российской Федерации. Есть опыт работы и депутатской деятельности. Это с самого начала. Был избран депутатом в 1990 году в городе Москве Дзержинского районного совета. Работал на постоянной основе в комиссии по охране здоровья человека. Заместителем председателя постоянной комиссии. 5 декабря этого года был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора, руководителя представительства администрации Владимирской области при правительстве Российской Федерации. Работа, сразу скажу, для меня не новая. Как бы суть работы и задачи, поставленные губернатором, понимаю, ясно и четко. Сразу могу сказать, что будут они выполнены в полном объеме. Два слова о представительстве. Все, наверное, знаете, что находится она в городе Москве. И, как сказал губернатор, оно действительно должно являться главным связующим звеном в работе администрации, в представлении ее интересов в федеральных органах государственной власти, с правительством Российской Федерации, с администрацией президента, с Думой, с Советом Федерации, иными органами государственной власти. Вот в этом мы видим свою главную задачу, это обеспечение этого взаимодействия. И вторая, на мой взгляд, самая главная задача, которую поставил нам губернатор, это сделать из представительства такую деловую активную площадку, на которой можно в постоянном режиме проводить деловые встречи, переговоры с возможными инвесторами, с руководителями федеральных органов государственной власти. Так что все, в принципе, это уже, как бы, так сказать, запущено в работу, идет плановая ротация под новые задачи кадров представительства, и, в общем-то, работа идет. Уже проведены целый ряд встреч, переговоров, ну, об этом, как бы, так сказать, в дальнейшем я могу рассказать более подробно. И готов ответить на все любые ваши вопросы. Спасибо. В любом случае, в дальнейшем будет использоваться не только администрация Владимирской области, я об этом уже озвучил различным органам власти, различным представителям администрации Владимирской области, это вы понимаете, о ком идет речь, там, у полномочий, ну и так далее, и тому подобное. То есть те люди, которые должны понимать, что эта площадка для всех нас, для всех жителей Владимирской области, а не только там для губернатора или для замгубернаторов приехать там, понятно, чаю попить. Нет, нет. Это наша площадка, наша с вами площадка, для того, чтобы мы могли активно сотрудничать с федеральным центром. Вот и все. Уважаемые друзья, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я рад вас всех здесь видеть. Но вот сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас брифинг, посвященный знакомству с новой командой губернатора. Уважаемые коллеги в двух словах озвучили про себя. Кто они такие, какие основные тенденции развития. А будущее, результаты покажут, как мы умеем работать. А мы умеем работать, потому что основной критерией формирования команды это был профессионализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова